Одна из достопримечательностей Филиппин это магазины ОКАЙ ОКАЙ секонд-хенды, где мы покупаем всю одежду за 5-10 песо. Здесь в деревне в нашей два секонд-хенда постоянно работающих, но еще бывает при вас приезжают. И вот даже можно купить иногда полотенце, постельное белье, например, одеяло за 100 песо. Шортики по 35, футболки по 10 песо и по 15, платья, много всего хорошего качества. Можно купить и льняные, и хлопковые, и шелковые вещи. Бывают прям с этикетками новые. Вот такой еще у нас появился секонд-хенд. Здесь вот вещи вообще по 10 песо, приличные. Такие качественные соки, даже вот пиджаки, плохие, шелковые. А это ОКАЙ ОКАЙ Вдовао. Посмотрите, какая большая разница. Такая вывеска уже древняя на банке Рахани. В центре, недалеко от кухтового рынка. Это самый-самый большой ОКАЙ ОКАЙ, в котором просто удивительные вещи продаются по смешным ценам. Ну, тут, конечно, нужно рыться, рыться, рыться. Играет музыка. Вот здесь я, пожалуй, пороюсь. Все вещи мы покупаем в ОКАЙ ОКАЙ, это секонд-хенд местный. Вот, например, эти штаны из хлопка я купила за 5 песо. Ну, сами понимаете, что это вообще ни о чем, штука 5 песо. Причем они такие не ношеные, видно просто, ну... Корейцы, это из Кореи вещи. Корейцы вообще мало носят вещи. У них очень много, как бы, денег. Они не знают, куда их тратить. И поэтому они все время обновляют свой гардероб и сдают вещи вот в такие секонд-хенды, которые потом приезжают на Филиппины. Это вот я себе купила зимний гардероб, потому что вот иногда ночами прохладно и хочется что-то поддеть. А вот такого приятного качества хлопок тоже, по-моему, это купила за 10 песо, да, кофту. Тоже практически не ношеные. Очень много всяких вот таких из хлопка шорток, что вообще не стоит везти. За 25 песо можно за 15 купить вот такие шортики. И на мужчин, на женщин, и, короче, на всех есть. Из тонкого хлопка. Вот последняя моя покупка шортики за 20 песо в нашем АК в деревне. Очень хорошего качества. Из хлопка. Без дефектов. Почти не ношеные. Еще я вам хочу посоветовать. Привозите с собой хозяйственное мыло. Кусок для себя и кусок для меня. Потому что здесь такого мыла натурального не купишь. Здесь продаются только химические Проктор-НГМБЛовские средства. Ну, еще есть один магазин с органической косметикой, где можно купить недешево из кокосового сырья и порошок, и жидкость для стирки, и, в общем, много всяких там средств косметических. Вот такие льняные вещи. Понятно, что я все показываю женского, а мужского тоже полно. Можно купить из тонкого льна вещи. Все корейское, очень хорошего качества. А самые стойкие пятна от молодых питьевых кокосов. Вода, когда пьешь, капельками попадает на одежду, и после стирки появляются такие темно-серо-коричневые пятна, которые вообще, вообще, вообще месяцами никак не выстирываются, не отстирываются. Поэтому проще носить либо вот такую какую-то пеструю одежду и не париться, либо покупать здесь за 5-10 песо и потом выбрасывать, оставлять на острове. То есть не привозите свои дорогие майки, которые потом будете бегать и искать чем отстирать и расстраиваться. Вот такой натуральный кокосовый порошок я использую. И такая пачка стоит около 300 песо. Килограммовая. Килограммовая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...